Приветствую вас. Как и сказали, в общем-то, моя коллега Светлана, что бывают люди, для которых важно это, а бывают люди, для которых это не важно. Тут все зависит от воспитания, от ценностей, от мировоззрения, от опыта, который люди получили. Вот. И мне, в общем, кажется, что подобное абсолютно нормально. Вот. То есть, понимаете, какая штука. Я вам даже больше скажу, что сами отношения не нуждаются в том, чтобы их строить. И отношения строить в этом смысле не нужно. Я бы сказал, что два человека начинают друг с другом взаимодействовать, ну, потому что они этого хотят, потому что у них есть взаимная симпатия. Вот. И все. Они друг с другом взаимодействуют. Они стоят перед выбором. Они стоят перед выбором. К примеру, делать им уступку своему партнеру в чем-либо или нет. И, в общем-то, все. То есть, отношения строить не нужно в этом смысле. Понимаете? И материальное положение тоже не особо важно, если у человека есть свой какой-то путь, да, какая-то цель. Он к этой цели идет, да? Вот. То есть, все зависит от того, какая цель у человека. Если человек, например, просто, грубо говоря, вот он идет своим путем, да, он там зарабатывает нормально, да, он там делает, значит, значит, что-то, ну, что-то он делает для, допустим, себя, да, он себя обеспечивает там и так далее. Вот. И он просто встречает другого человека, с которым у него начинаются отношения, и он для себя просто решает, он будет делать что-то для партнера, просто что-то делать, то, что вот он хочет. Или он будет, как бы, мотивировать партнера на то, чтобы тот складывался в общее какое-то дело, вот. То есть, зависит от человек, знаете, если партнеру нравится то, что его мотивируют на, допустим, склад в общий, там, ну, не знаю, в общий фонд, хозяйство, как угодно это называйте. Вот. Если партнер это устраивает, то почему бы и нет, как бы. Если не устраивает, это уже выбор, собственно, самого человека, да, это выбор самого человека делать ему, делать ли ему подобное, поступать ему так или нет. Да, то есть, действовать ему таким образом или нет, это решает, вот, собственно, сам, сам человек. Вот. А дальше, значит, мне 24 года вот, какое значение для вас имеет материальное состояние, да, то есть, вот, какой значение для вас имеет материальное обеспечение. На первом месте у вас идёт материальное подпишение, на втором месте у вас идут отношения, на третьем месте у вас идёт возраст. Вот в таком контексте происходит. А самого главного, самого главного нет, что нужно для отношений. Я не буду сейчас говорить этого, да, вы подумайте, но самого главного нет. То есть, ни материальное состояние, ни построение отношений, ни возраст, не имеют ничего общего с тем, что необходимо для создания в перспективе гармоничного союза с другим человеком. Дальше, есть квартира-машина, родители подарили. Ну, опять же, как вы к этому относитесь, сразу вы выделили это в скобке, значит, каким-то значением вы наделяете тот факт, что вам подарили родители машину. То есть, родители, видимо, у вас тоже, ну, такие достаточно обеспеченные люди. У самой зарплата короче. Но у меня с детства страх показывать, что это дорогое, ненавидит, когда мне завидуют. Я полагаю, что это, в общем-то, если это с детства страх, то это вот когда-то вы были травмированы тем, что из-за вашей состоятельности с вами не захотели общаться людей, какие-то люди, то есть, вам вот болят ворот по ворот, вот, и вы начали бояться денег, бояться своего благосостояния, вот, но это, это никак не связано, на самом деле, это никак не связано с вами. То есть, вы боитесь чего? Вы боитесь, по сути, быть брошены, вы боитесь того, кто вас будет использовать, вы боитесь того, что вас не будут любить, но означает это лишь только то, что себя вы не любите до конца, раз вам нужна любовь от других людей. Почему вы себя не любите, это вопрос, это, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Дальше, про квартиру и друзья, мы по ним говорим, что съемное, то есть, друзья, вы, друзья, вы обманываете, это не друзья, если вы не дружите, а обманываете, это не друзья. Друзей у вас нет, напишем сразу, так и напишем в декторе, а друзей у меня, друзей у вас нет, дружить вы не можете. Стыдитесь, стыдитесь, стыдитесь себя, стыдитесь своих достижений, не принимайте себя. Про поездки, на мой роде, рассказываю парням, даже если упарный уровень финансовый выше моего. Ну тут, опять же, да, смесь из стереотипов ваших, страхов ваших и, наверное, желаний каких-то, вот. Потому что, если упарный финансовый уровень выше вашего, то вот в какой стати, в какой стати его должно волноваться, что вы там, ну грубо говоря, были на море. Ну вот, серьезно. То есть, ладно, я еще могу понять, если вы не рассказываете об этом парням, которые, ну, низеваясь, да, у финансового плана. Но... Вопрос. Почему? Почему вы не рассказываете? Что-то вы чего-то боитесь или что? Опять. Дальше. Так. Здравствуйте. Дальше начала на меня наезжать, так как надо говорить, у нас все время деньги тянуты к деньгам. С вами боится денег к деньгам, нет. Буду так молчать, найду себе неуспешного. Ну, слушайте, как вам сказать, если вы действительно будете искать партнера, мужчину, то да, вы найдете себе, скорее всего, кого-то, ну, такого достаточно негативного. Вот. Ну, это связано исключительно с тем, исключительно с тем, что вы кого-то будете, в принципе, искать. Понимаете? В самом-то деле никого искать не надо, а вы ищите, получается. Что это в сказках только принц берет девушку замуж, а в жизни смотрят на деньги жены в том числе. Да нет, нет. И сказки не так, и в жизни не так. То есть, все опять же от исключительно отношений зависит. Мне все кажется, что если я про все это расскажу парню, про что, про все это, потом буду думать, что он меня только за деньги выбрал. А вы считаете, что у вас никаких достоинств других, кроме денег нет? Виктория. То есть, вы считаете, что кроме финансового благосостояния у вас больше никаких достоинств нет? И любить вас, условно говоря, больше не за что? Так получается? Ну, получается так, судя, потому что вы описываете. Так может быть, это опять же проблема в вас, что вы сравниваете себя с другими, потому что вы говорите, что выбрал между мной кем другим. То есть, вы сравниваете себя с другими. Это значит, что обесцениваете себя. Это значит, что у вас низкая самооценка. Вы считаете себя недостойной того, что у вас есть. И б, то есть, что вы не уважаете выбор мужчины. То есть, вы не уважаете выбор другого человека. А отсутствие уважения к выбору человека. Что это значит? Ну, мужчина вот вас выбрал, да? И вы как бы не смиряетесь с его выбором. Вы не говорите себе что-то типа, о, он меня выбрал. Всё. Я уважаю выбор. Нет. Так вы не говорите. А почему так не говорите? Потому что вы не уважаете свой выбор. То есть, нельзя уважать выбор чей-то, не уважая свой выбор. К сожалению. Опять же. То есть, тут как бы, ну вот так вот. Тут вот такая история. И, опять же, у меня к вам только вопрос возникает. Ну, вот вы сами по какой причине как бы не цените, не цените, да, свои, ну, свои выборы, свои решения. На мой взгляд. Ну и не знаю, вот этот момент вам для себя разобрать. То есть вы же здесь, по сути-то, делу сравниваете, то здесь проявляется ваше отношение, ваше отношение к себе, что вы здесь, то есть вы себя обесцениваете таким образом, вот, вы себя обесцениваете, почему-то, ну так давайте вот лучше, может быть, в этом направлении поработаем, вот, ладно, надо обесценивать над тем, что вы склонны себя в сравнивать. Если в детстве есть страх, значит, в детстве вы для себя, в детстве вы для себя, ну, видимо, что-то не получили, то есть в детстве была связана какая-то проблема серьезная у вас с этим, понимаете, вот, может быть, это было что-то травматичное, для вас что-то было травматичное, понимаете. То есть это вот нужно, нужно этот момент разобрать, разобрать, ну, нет, этот момент разобрать, вот. А вот, в принципе, в принципе так, я думал. Дальше, эм, так, помогите, пожалуйста, советам. Ну, э-э, я не думаю, что простые рассуждения, если честно, я не думаю, что простые рассуждения вам, э-э, здесь помогут. Э-э, почему, потому что, э-э, есть страх, а драк, он родом из детства, что, как правило, вот, либо есть комплексы, комплексы какие-то, вот, э-эм, ну, опять же, с комплексами они работают, э-э, вот, э-э, я не думаю, что мы можем давать советы, это первое, второе, ну, как бы, психологи вообще, вообще, как бы, совет, совет не дают, если, если так. Вот, вот, мы не можем вам дать совет, в принципе, вот. Мы можем, э-э, с вами поработать, мы можем с вами рассмотреть, э-э, вот эти, вот, все интересующие вас, э-э, моменты, вот. Вот, но совет на книги, на книги давать нельзя. Тут нужно менять ваше отношение к книгам, к себе, э-э, работать на, значит, значит, э-э, ну, э-э, принятие себя, вот, э-э, и так далее. Вот. Вот. То есть, это, такая история. Ну, это, терапия. Вот. А-а-а, понимаете, какая штука? Это терапия. И, на это, ну, на это нужно время. Как бы. Хоть так, э-э, я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос. А-а-а, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Э-э, если вам понравился, э-э, мой ответ, э-э, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если, э-э, у вас остались, э-э, вопросы, дополнительные, э-э, пишите в личку, буду рад помочь. Э-э, если вам, э-э, понравился мой ответ, э-э, буду благодарен. Э-э, если сделать, э-э, если, если у вас остались вопросы, пишите в личку. Простите, простите, пожалуйста, немножко за это. Забудался, заговорился, если у вас остались вопросы, вы можете, э-э-э, написать мне в личку. Я буду рад вам ответить и буду рад вам помочь. Э-э, буду рад, э-э, с вами поработать и, соответственно, э-э, прояснить все ваши моменты, которые вас волнуют, э-э, вас волнуют. Э-э, вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам, извините, если ответ был, ну, такой, э-э, как бы, э-э, не совсем полный, но, там, связано это, опять же, с тем, что вы, э-э, вы находитесь в рамках вопроса, да, одного вопроса только. А-а-а, тема достаточно обширна. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.